Всем привет! Сегодня я продолжаю рассказывать про GarageBand. Давайте посмотрим, какие есть функцию этой программы, что позволяет нам делать удобней нашу музыку. Сначала пройдемся по верхней панели в плане работы с файлом. Понятно, открыть, создать. Очень интересно там, где написано дорожка. Здесь мы можем увидеть некоторые дорожки, которые вызвать можно только отсюда. Первое, что хочется показать эту дорожку аранжировки. Обратите внимание, сверху сейчас появилась дорожка, которая нам поможет расставлять маркера, расставлять части. Вот это у нас купеев. Чуть позже я покажу это. Второй момент. Мастер дорожка. Внизу появилась дорожка громкости общей, где мы можем накладывать высоту тона, темп и громкость. Это дело мы можем изменять желание маркировать, чтобы работать со всем треком. Дорожка подкаста. Дорожка специальная. Она нас приводит в режим подкаста. Потому что мы могли записать подкаст и наложить какие-то фотографии. Причем, если вы будете смотреть дальше созданный вами подкаст в iTunes, то при работе с этим подкастом, при просмотре, точнее, вы увидите, как меняются картинки, если вы положите несколько картинок на дорожку подкаста. Вот так это возможно сделать. Но это будет видно только в iTunes. Насколько неизвестно. Дорожка фильма. Сейчас, когда я пытаюсь запустить дорожку фильма, мне говорят, что ты можешь делать или подкаст, или озвучивать фильм. То есть, одновременно две такие дорожки существовать не могут. Открывается дорожка фильма. Теперь у нас GarageBand в режиме озвучки видео. Если мы возьмем какое-то видео положено так же, как я уложил сейчас картинки, внизу мы можем сделать озвучку. Если я сейчас уберу дорожку фильма, то мы вернемся обратно в создатный режим работы GarageBand и создание музыки. Итак, создание и удаление дорожек, дублирование, базовое. Это уже более простые варианты, с которыми можно очень легко разобраться. Нетроном и отсчет – те вещи, которые будут звучать при начале записи. Если вы начинаете записывать сами дорожку на MIDI или на аудио через микрофон или инструмент живой, то вы можете слушать, как работает метроном во время записи. Только сделайте так, чтобы микрофон, честно, который вы записываете, не слышал метроном. Иначе будет не очень хорошо. И отчет перед началом записи может дать 4 четверти, несколько раз. Будет стартовый отчет для начала записи. Вот такие вещи можно использовать. Желание можно отключить. Если я нажму, то появится галочка. Если я еще раз нажму, то галочка. Уберем. Привязка к сетке. Если вы работаете с сэмплами, чтобы не подгонять по миллиметрам, есть такая замечательная штука. Привязка к сетке. Можно посмотреть направляющие. То есть, вот сейчас здесь вот эти все маленькие полосочки, направляющие, и к ним будет привязываться сэмплы. К ним будет привязываться сэмплы, которыми вы не будете пользоваться. Очень интересная функция приглушения. Обратите внимание, сейчас вот здесь появилась эта вещь. Как она работает, я сейчас покажу. Для этого возьмем, к примеру, любой джингл. Для того, чтобы не создавать сейчас мелодию, я возьму готовую. Вот таким образом. А теперь, для того, чтобы понять, как работает функция приглушения, мы возьмем и положим какой-нибудь ритм. Сейчас возьмем ударный и возьмем... Пойдет. Он импортируется на дорожку сейчас. И вот я включил функцию приглушения. Давайте посмотрим, как это работает. Когда началась работать вторая дорожка, обратите внимание, стрелочка вверх. Это значит, что мне приоритет не слышать вот эту дорожку. И все остальные дорожки будут приглушаться. Если я создам еще какой-нибудь ритм или дорожку, и тоже ее помечу стрелочкой вверх, значит, что вот эти дорожки будут слышны, они будут на равных правах, а те, которые со стрелочкой вниз, они будут приглушаться при работе более важных вам дорожек. Это очень нужно для создания подкастов, для того, чтобы при вашей речи музыка не мешала вам говорить. И когда вы заказчите говорить, она плавно появлялась. Это такая штучка очень-очень удобная. Она находится в управлении. Запомните, пожалуйста. Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»!